Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Маленькая Италия. Родители Лео, как и родители Ники, приехали в Канаду из Италии и открыли здесь свою пиццерию. Между двумя ресторанами и двумя семьями устанавливается ожесточенная конкуренция. Тем временем между Лео и Ники, вопреки всему, завязывается роман. В отношениях. Оуэн и Хелли очень давно в отношениях, из которых со временем исчезла романтика и спонтанность. Они устали друг от друга и от рутины, в которую превратилась их любовь. Нерв. 2016 года. Поддавшись на уговор одноклассниц, Тихоня Ви открывает для себя мир популярной онлайн игры Нерв, где участники выполняют задания разной степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. В случае успеха игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и отсутствие комплексов, и в очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Эшби. 2015 года. Переехав в другой город, Эд начинает дружить со своим новым соседом Эшби, бывшим киллером ЦРУ, которому осталось жить всего несколько месяцев. Королева Крика. Сериал. 2015 года. Сюжет сериала сосредоточен вокруг университетского городка, жизнь которого потрясает серия Урбист. Мы – миллеры. Дэвид Берг мелкий торгует с наркотиками. Среди его клиентов – повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продает, и поэтому считает себя принципиальным человеком. Дэвид действительно хорошо относится к детям, но это не стается безнаказанным. Он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы-панки. Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш герой оказывается в отчаянном положении, ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный выход – подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу. Взрослый мир. Молодая девушка мечтает стать настоящим поэтом, но по стечению обстоятельств застревает на работе в магазине для взрослых. Домашняя работа 2011 года Джордж – одинокий и замкнутый подросток, которого мало что интересует в жизни. У него есть талант к рисованию, однако этот дар пропадает впустую, так же как и школьное образование парня, уже давно не слушающего учителей и не выполняющего домашние задания. Но однажды Джордж знакомится со сложной девушкой Салли, которая проявляет к нему дружеский интерес. Со временем эти отношения перерастают в нечто большее, и Джордж оказывается перед самым важным уроком в его жизни – уроком любви, который он просто обязан выучить. Это очень забавная история. Продолжение следует... Оторва 16-летняя Поппи Мур – избалованная самовлюбленная девчонка, живущая в Лос-Анджелесе. Когда очередная вечеринка завершается скандалом, отец отправляет Поппи в английскую школу, чтобы привести дочь в чувство. Девушка рвется на свободу и делает все, чтобы ее исключили. Но учителям не так-то просто противостоять британским школьницам. Наконец Поппи становится ясно, что плохое поведение ей не поможет. И вместе с новыми подругами она разрабатывает идеальный план побега. Но именно благодаря этому плану она понимает, что, возможно, хочет остаться. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!